Продолжение следует... Заочная форма обучения – это студенты, аспиранты, они смогут посещать музей бесплатно. Темы, которыми я выступил в самом начале, того, как вступил в должность, они касаются вопроса проживания в общежитиях, отмены комендантского часа. На текущий момент эта проблема сохраняется в ряде университетов, но все-таки надо сказать, что глобально она во многих вузах была решена. Но продолжаем заниматься этой проблемой вместе с прохранительными органами. Честно говоря, мне важно, конечно, чтобы именно студенческие организации у себя в университетах как раз вырабатывали те процедуры, которые позволяют им обеспечить безопасность и решить эту проблему. Нередко сейчас именно этот вопрос заключается в том, что ректоры дают добро, но вот, например, коменданты или те охранные структуры, которые действуют согласно договору обеспечения порядка, они все-таки не выполняют это условие. Поэтому мы во многих регионах просто договариваемся о том, что студенческие организации сами устраивают горячую линию, которая временно действует, позволяет понять, кто и нарушает этот порядок. В общем, над этим работаем. Добились того, что запрещено студентов выселять на период каникул. Эта проблема еще во многих вузах сохраняется, хотя во многих она была решена. Но будем постепенно, конечно, идти к тому, что во всех университетах наконец-то это правило будет установлено. И главное, что согласно закону студентов должны заселять на весь период обучения, не на год, как это нередко делается. В принципе, многие вузы уже перезаключают договорные отношения со студентами, что и законно, что справедливо, и что очень позволяет многие вопросы снимать. Мы провели опрос студентов и можем сказать, что действительно в ряде университетов студенты недовольны крайней стоимостью. Она высокая. В ряде университетов студенты довольны стоимостью, но они недовольны качеством питания. Есть университеты, где студенты всем довольны, а где есть вообще недовольные стоимостью и качеством. Поэтому моя задача сделать так, чтобы питание в университетах было доступным, было качественным и было по приемлемой цене. Дело в том, что оказание услуг в области питания – это не право университета, это обязанность. Кто не знает, если отсутствует столовая в университете, за это университет могут лишить лицензии, то есть университет могут закрыть. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это государственная политика направлена на то, чтобы питание было студентам обеспечено. Мы уже разрабатываем федеральный стандарт, мы хотим так, чтобы были разработаны региональные стандарты. Когда ректорское сообщество, студенческие организации смогут сами выработать вот этот порядок. Причем порядок определения стоимости, определения те, какие блюда должны быть, потому что есть национальные регионы, там должна быть национальная кухня. И все-таки очень важно, чтобы осуществлялся контроль за этими процессами. Нам, к сожалению, не всегда получается отследить даже те, кто к нам обращается. У нас очень четкое правило установлено. Все студенты, абитуриенты, родители, которые обращаются и не хотят называть фамилию, а нередко даже часто университет и так далее, то мы все равно им оказываем правовую поддержку, правовую консультацию, не получая от них, по сути дела, никаких данных. Поэтому мне здесь сложно сказать, у нас такой даже статистики выверенной нет, мы ее даже, честно говоря, не стараемся вести. Мы понимаем, сколько поступает там из Москвы, из других центров, но сильно на это не застряем на этом внимания. В Ярославле, как и в других регионах, проблемы многие типовые, одни и те же. И поэтому для нас очень важно, как раз теми инициативами, которые выступают, они касаются, в принципе, практически всех регионов. Вот то, что я назвал, это касается всех регионов. И для меня очень важно изменить жизнь студентов во всех уголках нашей страны. Безусловно, наиболее, наверное, острая проблема, которая недавно, в том числе, произошла в вашем регионе, городе, она касается пожара в общежитии. К большому сожалению, у нас действительно ветхий фонд, и нередко мы фиксируем, что порядка 20 пожаров в год происходят в разных уголках нашей страны в общежитиях. К большому счастью, у нас не заканчивается это трагическими какими-то случаями, последствиями. Но все-таки, можно вспомнить инцидент, который не так давно произошел в втором меде, в московском, где все-таки, причем, погибли студенты не только из нашей страны, а из других стран. Это был международный уже скандал. И проблема-то заключалась не в том, что фонд изношен, а в том, что не работали аварийные выходы. По сути дела, просто система организации этого процесса безопасности не была никак налажена. Поэтому, правильно совершенно, ректор был отправлен в отставку. И здесь очень важно, и мы сейчас над этим работаем, чтобы проводить анализ именно студенческим сообществом, от работы общежитий, работы поликлиник, работы пунктов питания. Я считаю, что здесь нам ректорские сообщества как раз должны полностью помогать с тем, чтобы студенты имели возможность проводить мониторинги, анализы ситуаций и оперативно докладывать и решать эти проблемы. Потому что нередко просто об этих проблемах забываются. Придут службы надзорные, они проведут проверку или выпишут штраф, или им покажут, все нормально. Сейчас какое-то время, предположим, аварийный выход, он закрывается. И это совершенно неправильно.